В тёплое время расцветает не только природа, но и преступность. Злоумышленники зачастили воровать велосипеды. Эта тенденция сохраняется с апреля по сентябрь. В основном воруют двухколесный транспорт в подъездах и возле магазинов. Замки и тросы не помогают. Злоумышленники их благополучно перекусывают специальными кусачками. А для того, чтобы органам было легче находить пропажи, в МВД создана база, в которой вносятся номера велосипедов. Регистрацию проводят патрульные на улицах. Также любой человек может и сам обратиться в любое отделение полиции. При покупке велосипеда граждане получают документы, но в эти документы наличие номера рамы не вносится. Поэтому сотрудники полиции при проверке велосипедов предлагают гражданам внести в базу данных, имеющихся в системе МВД, имя владельца, номер рамы, марка, цвет велосипеда. Этим летом в Засвиярском районе украли 28 велосипедов. Раскрытых преступлений 14. Сотрудники местного РВД регулярно проверяют любителей покататься. В этот раз остановили местного жителя Сергея Емельянова. Я сначала подумал, что типа на красный свет, но мы на зеленый переходили. Я думал, блин, наверное, что-то по правилам это. Но это полицейские были, ДПС, вот. И все. Но так нет. Как вы считаете, надо ли регистрировать велосипед, чтобы не было проблем, например, если у продукта? Ну, я думаю, да. Если особенно велик дорогой, там же тихо какая-нибудь, то куб, конечно, в принципе, можно будет найти. Но я не знаю, как это происходит, вся процедура. А 15-летний Егор знал о регистрации. В этом году родители купили ему велосипед. Новый и далеко не дешевый. Егор решил подстраховаться и сам обратился к стражам порядка. Как купил велосипед, сразу пошел в отделение, зарегистрировал велосипед. Так спокойнее себя чувствую? Да, спокойно. База номеров организована в 2017 году. По состоянию на июнь этого года в реестр внесли 1726 анкет. Если во время велопрогулки к вам подойдет полицейский, пугаться не стоит. Сотрудник органов проверит номер, чаще всего написанный на раме, и зарегистрирует велосипед. По вашему желанию. Отследить преступников относительно легко. Помогают служителям правопорядка и камеры наблюдения. Тот, кто попался на краже, воспитательной беседой не отделается. Если вина доказана, последует наказание. Если вор орудует в подъезде или на улице, то его ожидает 158-я статья, часть 1-я, кража имущества. Если кто умыкнул чужое из подсобного помещения, например, из кладовки или гаража, то это уже вторая часть статьи. Как правило, преступников ожидают условные сроки. В среднем до одного года.